МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня среда, 6 марта. Смотрите выпуски телеканала ОСА. Случай на парковке. Сотрудница детской больницы решила проучить автовладельца, который занял не свое место. Я ей объясняю, говорю, вы почему меня заблокировали? На каком основании? Здесь наши индивидуальные парковки работников этого здания. Расскажем, куда вырулил этот конфликт. Еще одна парковка сегодня стала местом массовой аварии. Владельцы пострадавших авто оказались полицейскими. Сегодня самый необычный выпуск первой полосы. В совместном проекте газеты Горота и телеканала ОСА мы находим героев, с которыми связаны интересные и важные истории нашего города. Галина Сливюк приезжает с ребенком-инвалидом на реабилитацию в Ачинскую детскую больницу из Назарова. Накануне после процедур, говорит женщина, получила еще и порцию хамства на ровном месте, точнее на парковке перед зданием стационара. Здесь несколько площадок для авто, есть места для инвалидов. Галина объясняет, ей неудобно пользоваться дальней парковкой. По рыхлому снегу тяжело толкать коляску с маломобильным подростком. Еще одно специальное паркоместо тоже показалось ей сложным. Около 7 утра, когда подъехала к больнице, выбор был большой. Как потом узнала, своей машиной она заняла не свое место. Не было машин здесь. Мы подъехали, я смотрю, что здесь парковка не очень тоже. Думаю, может я буду мешать проезду скорой. Я не стала усугублять положение, я встала, здесь было пусто. Знаков о том, что я здесь парковаться не имею права, нет. Вскоре, по словам Галины, появилась сотрудница больницы, которая, видимо, решила проучить автомобилистку, занявшую ее место. Оставим за кадром и на совести учителя этот урок, свидетелями которого стали малолетние пациенты. Маме больного ребенка пытались толковать, что тут индивидуальная парковка для сотрудников больницы. К слову, такая площадка действительно есть на территории стационара, но вместо автомобилей сейчас там припаркованы кучи снега. Исполняющая обязанности главврача Галина Будкач очень быстро отреагировала на сообщения телеканала ОСА об этом конфликте. Как указано в официальном ответе, виновника установили в ходе служебной проверки. Он привлечен к ответственности. О маме пациента принесены извинения за нарушение сотрудникам правил этики. Кроме того, парковка для инвалидов приведена в надлежащий вид, чтобы там было удобно высаживать маломобильных пассажиров. Также ситуацию прокомментировали и в ГИБДД. Водитель иномарки, заблокировавший выезд другого авто, нарушил правила стоянки. Уроком для хозяйки станет штраф в 2000 рублей. Парковка напротив УВД сегодня стала местом массовой аварии. Иномарка снесла сразу три припаркованных автомобиля. ЧП произошло около половины десятого утра. За ролем Тойоты был мужчина. В беседе с корреспондентом он рассказал, что машину как-то занесло, хотя, по его словам, скорость была допустимой. Водительский стаж, как заверил виновник ДТП, у него достаточно большой. По версии ГИБДД, автовладелец не справился с управлением. Признаков опьянения у него не было выявлено. В происшествии никто не пострадал. Все машины получили незначительные механические повреждения. Театр плюс ТВ. Смотрите самый необычный выпуск первой полосы. Впервые одним из его героев стал человек, которого уже нет в живых. Но благодаря ему сохранился этот фрагмент из истории нашего города, запечатленный на кинопленку. А главный художник драм-театра Елена Сидельцева расскажет, почему ее так потрясла телевизионная запись более чем полувековой давности. Не знаете, что подарить любимой к 8 марта? Губернские аптеки помогут. До 10 марта скидки до 50% на лекарственные препараты, витамины, косметику, оптику, медицинскую технику и многое другое. Аптечная сеть Губернские аптеки. Мы поможем вам выбрать и составить лучшие подарки для ваших близких. У нас в медельных салонах КМК все просто. Пришел, увидел и купил. А еще получить скидку 20% проще простого. КМК. Всегда удобно. Трамвай желаний для большой и маленькой компании. Детский праздник, корпоратив, романтический вечер или семейное торжество вы можете заказать в трамвае желаний. А еще его можно арендовать для экскурсий. Устройте себе, коллегам и друзьям необычный праздник. Подробности и бронирование по телефону 72150. Компания Синт представляет тариф интернет плюс телевидение. 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и ИВИ. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56300. В ООО торговый дом «Сельские зори» требуется грузчик. Заработная плата 50 тысяч рублей. Телефон для справок 8 923 571 1188. В МУПАГЭТ трамвайное управление требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер тяговой подстанции, кондуктор, водитель трамвая, монтер пути, станочник широкого профиля, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, водитель автомобиля категории «Д», механик, медицинская сестра. Обращаться по телефону 72150. Нашествие клещей уже с конца марта спрогнозировал руководитель Краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По его словам, первые случаи присасывания клещей они фиксируют с наступлением плюсовых температур и появлением проталин. Приближается сезон активности клещей. Первое присасывание в крае происходит при появлении проталин и стабилизации плюсовых температур. Как правило, это конец марта, начало апреля. Исходя из прогнозов синоптиков, этот год не станет исключением. По предварительным расчетам, в этом году в Красноярском крае численность клещей не превысит среднемноголетних значений и останется на уровне прошлого года. Ачинск не относится к территориям, где по прогнозу Роспотребнадзора ожидается рост численности клещей. Среди таких Красноярск, Шарыпово и Лесосибирск. Тем не менее, в прошлом году по краю было зарегистрировано почти 300 случаев заражения клещевым энцефалитом как среди взрослых, так и у детей. Болезнь в основном передается через присасывание клеща. Три жителя края заразились энцефалитом при употреблении сырого коровьего и козьего молока. Для защиты от возможных опасностей в Роспотребнадзоре предлагают сделать прививку до начала сезона активности клещей. Сертификатом награждается студент третьего курса специальность игроков по нефти и газу. Пять студентов третьего курса Ачинского техникума нефти и газа стали обладателями ежемесячной корпоративной стипендии от компании «Роснефть». Сертификаты на получение стипендий вместе с поздравлениями и пожеланиями отличившимся студентам профильных для Ачинского НПЗ специальностей переработка нефти и газа и технологии аналитического контроля химических соединений вручил главный инженер Ачинского НПЗ Сергей Степанников. Надеемся, вернее, что это позволит вам успешно закончить ученическую деятельность и вернуться, прийти к нам на Ачинский нефтеперерабатывающий завод. С гордостью будем вместе с вами работать на благо завода, на благо Родины. Спасибо, поздравляю. Корпоративную стипендию ребята будут получать в течение всего 2024 года. Валерия Леонова уверена, что заслужила такую весомую прибавку. Куда пойдет такое поощрение, девушка уже придумала. Я участвую во всех конкурсах, во всех мероприятиях. На первом-втором курсе участвовала во всех олимпиадах, которые давали. После техникума я планирую поступить на заочное обучение, но пока что еще не решила, куда. То есть прибавка это будет копиться у тебя? Да. В этом году среди стипендиатов два парня и три девушки. Алиса Царькова уверена, корпоративная стипендия Роснефти достойная оценка трудов. А еще это стимул связать свою жизнь с компанией. Девушка говорит, что пока не часто бывает на Ачинском НПЗ, но в выборе будущей профессиональной деятельности он уже сыграл свою роль. Конечно, приятно быть на стажировку, на практику езжу, но мнение о нем хорошее уже складывается и думаю, в дальнейшем работать, пойти. Корпоративная стипендия вручается уже второй год. Ее обладателями становятся самые одаренные ребята, осваивающие приоритетные для нефтяной отрасли профессии. Отметим, кроме корпоративных стипендий, еще восьми студентам Ачинского техникума нефти и газа были вручены сертификаты на прохождение оплачиваемой стажировки на Ачинском НПЗ. Эту награду как индустриальный партнер Ачинский НПЗ вручил за победу на краевом чемпионате профессионалы. Николай Черемных, Константин Алексеев, телеканал ОСА. Намеревалась смотреть этот фильм, потому что мне вообще это интересно, да. И вдруг здесь папа. То есть я даже не могла представить, что есть такой фильм 68-го года. В 1968 году Ачинский драмтеатр ставит пьесу «На севере дальнем», снимать которую приехало краевое телевидение. Причем не только происходящее на сцене, но и некоторые детали за кулисья. 55 лет эта запись считалась утерянной, но недавно неожиданно нашлась. Причем не в Красноярске и не в Ачинске, а в Краснотуранске, где в последнее время жил автор пьесы. Иван Сергеевич Степанов – личность, безусловно, интересная, многогранная и очень творческая. Первое стихотворение он написал еще ребенком на смерть от Женикидзе. Был и краеведом, и журналистом, а переехав в Ачинск в 57-м году, стал еще и драматургом. Мы рядом жили с драмтеатром, и мы ни одной премьеры не пропускали. То, что было, начинался сезон какой-то пьесы, там все, и в том числе его пьесы. В Ачинске он много работал, очень много работал. День работал в редакции, вечером приходил, садился. Может, его еще это подталкивало, то, что там драмтеатр рядом был у нас, там актеры все были. Он работал, вот эти пьесы, когда писал, написал вот он «Здравствуй, весна» эту пьесу. «Здравствуй, весна» – пьеса про Петра Щетинкина, одного из руководителей партизанского движения Сибири во время Гражданской войны. И приурочена она была к 280-летию Ачинска. А к столетию со дня рождения Ленина Иван Степанов пишет для нашего драмтеатра новую пьесу «На севере дальнем» про Якова Свердлова, причем консультантом у него выступает сам сын Свердлова Андрей Яковлевич. Активную помощь оказывает автору сын Свердлова Андрей Яковлевич. «Само собой, разумеется, помогу в вашей работе, если только смогу быть полезен. Высылайте то, что будет написано. Рад буду поделиться своим мнением». Переписка с сыном Свердлова продолжалась долгое время. Иван Сергеевич бережно хранит письма Андрея Яковлевича. «А почему писать-то стал о деятелях? Вот о Свердлове, о Щетинкине, о других деятелях писал. Просто хотелось показать, рассказать о нем. Все эти люди я хорошо знаю про историю и все далее. А Свердлова только потому, что я в том месте, в том крае, в том, значит, родился, вырос. Родители мои знали, в частности, Свердлова хорошо. Чувство благодарности, чувство благодарности за то, что они завоевали советскую власть, за то, что дали возможность мне поучиться, достичь каких-то целей». В Ачинске Степановы прожили 12 лет, после чего перебрались в Краснотуранск. В 97-м году журналисты местного телевидения приехали брать интервью у творческого земляка и обнаружили у него уникальное видео. Ту самую постановку 68-го года на сцене Ачинского драмтеатра. В объектив попали не только артисты, но и главный художник Владимир Дубинский. Поэтому в Ачинске одной из первых эту запись увидела его дочь Елена Сидельцева, тоже главный художник нашего театра. Неделю назад утро началось. Просто открываю телефон, и там видеоролик. От знакомого Олег Бурдуков, он поэт наш местный и краевед, и присылает мне фильм. Говорит, наткнулся случайно. То есть искал о поэтах Ачинских и наткнулся на такой фильм. Фильм вот о Иване Степанове. Он журналист, с ним действительно, он жил здесь в 60-е годы. Получается, в 68-м году он уехал отсюда. И его действительно знали мои папа и мама. Вообще совершенно неожиданный фильм. 68-го года, чего ожидать было. Просто вообще что-то невероятное. Такой привет из очень далекого прошлого. Мало того, что я там вижу знакомые лица, которые вот я на фотографиях, плохого качества фотографии у меня, я их показываю, потому что другого нет. Говорю, вот, это вот наши корифеи, нашего театра. И вдруг там папа, который показывает эскизы к этому спектаклю, к своему. Вот. И поворачивается и смотрит на меня. То есть вот, представляете, утро. То есть такой привет, что прям под впечатлением. Радость переполняла, естественно, поделилась с братом, с детьми. То есть у всех такой восторг, потому что это действительно почти нереально. Владимир Дубинский 32 года отработал в Ачинском драматическом театре. В качестве главного художника он поставил около 130 спектаклей, в том числе и на Севере Дальнем. В 90-х дело Владимира Дубинского продолжила его дочь Елена. Я пришла в театр уже, когда его не было, пять лет, как его не было. И окунулась в эту работу и понимая, насколько ему трудно здесь было. Потому что творческие коллективы изматывающие бывают какие-то моменты. А он очень легкий, ранимый. И я, наверное, пожестче, а он прям мягкий-мягкий. Поэтому было явно очень трудно. И он все в себе это как-то никогда это не выплескивал, себя переживал. В общем-то, не собиралась сюда приходить в театр. А потом, когда папа не встала, как-то, не знаю, вот, ну, поняла, что прям потянуло. То есть слово «театр» и все у меня, слезы ком в горле. Просто театр присутствовал как-то всегда в жизни. Утром просыпаешься, папа за рабочим столом рисует. Вечером ложишься, он тоже рисует. Ну, сравнительно, недавно я узнала, поднимала документы и узнала, что мы с папой устроены в театр в один и тот же день. Конечно, Елена Сидельцева уже не застала те времена, когда постановки на политические, а тем более на революционные темы проходили многоэтапную цензуру. Но воспоминания об этих порядках в театре хранятся до сих пор. В нашем театре шла трилогия о Ленине. То есть это было очень ответственно. То есть сколько голов могло полететь, если вдруг какое-то несоответствие. Отсматривали все материалы, вообще неважно, серьезный или несерьезный материал. То есть все это отсматривалось и утверждалось, видимо, в горкомах. То есть это настоящая программка, подписанная Степановым, подписанная от папи Дубинскому. Дорогой Володе, поздравляю с премьерой. Большое спасибо. Прям есть крупные фотографии, есть прям крупные планы даже, шикарные фотографии. Кто делал фотографии, не знаю. Вот, может быть, ну, я говорю, сотрудничество с редакцией газеты было такое очень серьезное. Они все дружили и общались. Поэтому, может быть, фотографы газеты приходили фотографировать, потому что прям прекрасные фотографии. Иван Сергеевич Степанов, автор пьесы «На севере дальнем» и «Человек», благодаря которому сохранилось уникальное видео, ушел из жизни 20 лет назад. Несмотря на богатый творческий опыт, он так и не стал знаменитым драматургом. Может, потому что никогда не относился к своим увлечениям слишком серьезно. Я писатель, я там драматург, я этого не считал никогда. Читайте в свежем выпуске газеты «Город А». Коваляй потихонечку. Автостоянки возле поликлиники в привокзальном районе срочно требуется операция. 17 миллионов не предел. Полицейские бьют тревогу. Ачинцы все чаще отдают сбережения мошенникам и даже продают квартиры. Ах, какие женщины! Накануне 8 марта на наших страницах труженицы, спортсменки и просто красавицы. «Город А». Газета про нашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова